Детская районная библиотека давно стала местом, где собираются творческие люди. Здесь проходят поэтические вечера, концерты, выставки, в которых принимают участие как таланты нашего района, так и те, кто приобрел всероссийскую известность. Но часто одно другому не мешает. Так недавно состоялся концерт Маргариты Шиловой, поэта, композитора, исполнителя, чей творческий путь некогда начался в видном. Сегодня ее поющая поэзия известна многим почитателям авторской песни, как в России, так и за рубежом. Творческий вечер стал в некотором роде знакомством видовчан со своей землячкой. Маргарита Шилова, хотя и родилась в Зарайске, школьные годы ее прошли в нашем городе. Именно тогда появились первые стихи. И кажется, в этом безумном движении, в слепом урагане, сводящем с ума, одно утешение – стать отражением в глади озер, что сковала зима. Маргарита Шилова просила задавать ей вопросы. Сначала вопросов было немного. После исполнения ряда произведений люди начали интересоваться. Кто ваш любимый поэт? На каких фестивалях бывали? Приходилось ли выступать перед зарубежной публикой? Свой вопрос задали и мы. Что вдохновляет вас на творчество? И скажите, ваши песни, стихи – это вы сами? Это провокационный вопрос. Потому что не всегда лирический герой из стихов или из песен – это я сама. Но, конечно, чаще всего это я. Рассказала Маргарита и о своей основной профессии – профессии журналиста. А ведь начинала она в газете «Московский коксохимик». Потом был целый ряд изданий, но наша героиня решила оставить журналистику ради творчества. В ней проснулась поющая поэзия. Ее творческий коллектив – Михаил Малкин гитара, Светлана Пашкова флейта и она – сама душа и сердце этого трио. Многие пришедшие на концерт о Маргарите Шиловой узнали впервые, но заранее были уверены – будет интересно. Я хожу на такие мероприятия, тем более с меня государство не берет деньги за концерты. А наш Ленинский район, по-моему, опережает другие районы и вообще все области в таких боготворительных концертах. Музыкально-литературные вечера, которые проводит библиотека, они всегда замечательные. И поэтому, кто бы здесь ни выступал, я прихожу всегда, как только слышу, вижу объявления. С удовольствием, огромное впечатление положительное оказывают эти вечера. Но были и те, кто пришел специально на Маргариту Шилову. Во-первых, она мудрая, затем песни у нее прекрасно открытые, разные, разнообразные, как она называла, зарисовки из разных карманов. И, в общем-то, то, что она представляла и здесь у нас в библиотеке, и то, что я слышала в Москве, значит, на таких сценах, мне ложатся на душу. Это прежде всего. Творческий потенциал, считает сама Маргарита Шилова, у нее еще очень велика. Значит, слушатели могут ждать выхода новых сборников стихов, песенных альбомов и таких встреч, как эта. Татьяна Бурлова, Евгений Петров, Наталья Буслаева, Видное ТВ. Продолжение следует...